Канал Без Нервы 1051, я Константин Бушуев, его ведущий. Продолжаем цикл серии про самые прогрессивные и в ТОЛ-технологии. Сегодня на очереди Джоби. Погнали смотреть до конца. Джоби — это самые продвинутые ребята, которые одними из первых вышли на биржу. Их оценивают уже в несколько миллиардов долларов. Они установили рекорд по дальности полета, бахнули 240 км без подзарядочки. Много разных фишечек уже разработали. Сегодня подробнее про них. А все началось с основателя Джоби. Зовут его Джобен Певерт, который стал первым миллиардером в области Евтолов. Разумеется, финансовые успехи были бы невозможны без технических. В конце июля самолет Джоби пролетел без подзарядки 240 км, установив рекорд дальности полета для электрических аппаратов. А в первую декаду сентября компания участвовала в испытаниях НАСА в программе Advanced Aeromobility. Привет, Вейлай! Привет, я Вейлай. Я знаю, о чем ты думаешь, и у меня есть ответ на все твои вопросы. Напомню, что Вейлай – это энциклопедия из 2051 года, к которой мы периодически обращаемся. Вейлай, что ты помнишь из 2051 года про Джоби 2022? История компании началась в Сарае. Так романтично назвали свой центр разработки семеро инженеров, собравшихся в Калифорнийские горах неподалеку от города Санта-Круз. Команда занялась новыми на то время технологиями, электромоторами, литий-ионными аккумуляторами и программным обеспечением для пилотируемых полетов, создавая практически с нуля компоненты будущего F-TOL аппарата. Финансировал все это Джобен Биверт. Именно ему принадлежало ранчо, на территории которого и размещался сарай. Удачно продав несколько компаний, Биверт вложился в том числе и в Джоб Аэро, впоследствии ставшую Джоби Авиэйшн. Какова же история успеха Джоби? В 2012 году они запартнерлись с НАСА и выиграли несколько подрядов. Компания участвовала в ЛИПТЕХ, ведущей технологией асинхронного движения пропеллеров, который предусматривает создание экспериментального электрического самолета. Такой прототип был создан в 2016 году. Назвали его Х-57. Он был создан на базе итальянского самолета. Х-57 получил новую конструкцию крыльев и целых 14 пропеллеров. 12 из них были маленькими и предназначались для взлета и посадки, а два больших по краям для полета на крейсерской скорости. Питались двигатели от аккумуляторов, которые могли заряжаться как от сети, так и от солнечных панелей. При этом батареи занимали 2 трети объема самолета, а пролететь он мог 160 км. По тем временам неплохо, сейчас, конечно, уже больше летают. Впрочем, не стоит преуменьшать значение этого аппарата для развития электрической авиации. В 2015 году Джоби построил уменьшенную модель самолета и отправил ее в первый полет. Спустя два года в небо поднялся и полноразмерный тототип. В 2019 начались летные испытания первого серийного образца. Вейлай, расскажи подробнее про режим невидимости, который Джоби примерял на себя в 2020 году. До 2020 года Джоби оставалась в режиме невидимки, блюда секретность вокруг своих планов и разработок. Только в 2018 году журналисту Bloomberg удалось заглянуть за железный занавес и то при условии, что он не раскроет никакой информации о разрабатываемом самолете. Хотя нередко режим невидимки порождает недоверие к бизнесу и заставляет сомневаться в истинности его намерений и планов, в случае с Джоби это явно пошло на пользу. Компания выстрелила громкой новостью и с тех пор регулярно удивляет мир новыми и новыми достижениями. Началось все с, наверное, одного из самых важных событий в истории Джоби. Стратегическим инвестором компании стала Toyota, которая помимо денег на минуточку 394 миллиона долларов из 590, привлеченных в этом раунде инвестирования, привела в стартап десятки инженеров и разработчиков. Они принесли компании понимание производственных процессов и возможность планировать строительство собственных мощностей для крупносерийного производства. С этого момента Джоби твердо становится на путь публичности. В публике представлена модель S4, а Джобен Биверт становится ключевым спикером на конференции Transformative Vertical Flight 2020, организованной Vertical Flight соцсети, объединяющим 6000 членов по всему миру. А что же было и такого значимого случилось в декабре 2022 года? В декабре 2020 года Джоби первой из автол-компании получила одобрение летной годности от ВВС США. Это дало компании доступ к государственным испытательным площадкам, так что тесты летательных аппаратов пошли быстрее и эффективнее. Также Джоби активно работала с Федеральным управлением по гражданской авиации. Компании власти США определили конкретные шаги на пути к сертификации в ТОЛ самолетов и запуска коммерческих полетов. Джоби подтвердила, что намеревается в короткие сроки запустить свои самолеты в коммерческую эксплуатацию. Для этого компания углубила партнерство Субер в рамках подразделения Elevate. Помимо прямых инвестиций, Убер принес Джоби доступ на американский рынок, возможность коммерческого запуска и программные инструменты для внедрения разработок по шерингу авиаперелетов. В 2021 году Джоби объявила о партнерстве с компанией Garmin. На самолеты будет установлена приборная панель Garmin G3000. Самое время поговорить о том, что же мы вообще знаем об аппарате Джоби. Самолет поднимает в воздух шесть пропеллеров, приводимых в действие электродвигателями. Винты имеют усовершенствованную форму, которая делает их в сто раз тише обычного вертолета во время взлета и посадки и практически бесшумными при горизонтальном полете. Утверждается, что на одной зарядке аппарат сможет перевести четырех пассажиров и пилота на расстояние 240 км со скоростью 320 км в час. Вполне перспективные характеристики для воздушного такси. Однако, удастся ли Джоби идти так же быстрыми и победными шагами в мире ифтол аппаратов? Все не так однозначно. Авария с участием прототипа Джоби случилась после ряда успешных тестов скорости и высоты аппаратов в середине февраля 2022 года. Об этом инциденте на удаленной летно-испытательной базе в Калифорнии компания сообщила самостоятельно к комиссию по ценным бумагам и биржам США. В результате расследования катастрофы стали известны подробности, которые способны задормозить сертификацию ифтол аппаратов как в Европе, так и в Америке. Авария самолета с регистрационным номером N542AJ произошла на необитаемой территории в Калифорнии около 10 часов утра 16 февраля. Согласно предварительному отчету Национального совета по безопасности, на транспорте у Джоби произошел сбой компонента. Там также сказано, что аэротакси загорелось после падения на землю, но взрыва не последовало. Эксперты из авиаотрасли двояко расшифровывают эти данные, поскольку на сбой мог повлиять как просчет в проектировании, так и фактор окружающей среды. В первом случае компании придется буквально разобрать свой прототип на детали, а это в свою очередь отодвигает мечты большинства эфтол игроков провести сертификацию своих аппаратов в 2025 году. Ну а если аппарат просто не выдержал сверхнагрузок, скорость, напомним, была увеличена в полтора раза от максимальной по характеристикам, то дополнительное время для сертификации может и не понадобиться. Как известно, шутки с инвесторами плохи. Ни одна компания из-за этого уже разорилась, либо канула в лето, и теперь про нее никто не знает. К счастью, Джоби пока на другом пути, и они продолжают свои летные испытания. В начале апреля 2022 года внутренний совет компании проверки безопасности отменил паузу в летных испытаниях. Однако прототип будут использовать в первую очередь для летных испытаний в рамках контракта с американской армией по программе Agility Prime. При этом Джоби продолжает работать как с FIA, то есть с Американскими сертификационными органами, так и с Национальным советом по безопасности на транспорте для расследования февральской аварии. Вместе со следователями команда инженеров просматривает гигабайты данных высокого разрешения и видеозаписи полета. Полное расследование инцидента может занять от 12 до 18 месяцев. Если видео понравилось, ставьте лайк, если не понравилось, пишите хейковые комментарии, ставьте дизлайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, улыбайтесь чаще и ходите по улицам гулять, потому что на улице бомбическая погода.